Доброе утро! Вы так хорошо подремали в первой половине дня, поэтому очень хочется чуть-чуть вас взбодрить. Кто был в прошлом году? Поднимите руки. Помните, какая у нас была жаркая дискуссия с Леонова? Помните, какие у нас полярные взгляды? Очень хочется, чтобы в этом году чуть-чуть мы дали огня и живости. За самые каверзные вопросы у меня есть вам три подарка. Поэтому я приготовился к этому. Давайте коротко. Подведем резюме вчерашнего выступления Ярослава, когда он говорил про участие и неучастие, пользу или вреду. Я буду идти по тому плану, который он мне составил. Вы можете меня поправлять или подсматривать туда. Международные институты, участие и неучастие и пользу или вреду. Все субъективно, но не участвовать в процессах мы не можем. Мы должны участвовать в этих процессах. В любом статусе мы должны определять сами для себя. При этом Ярослав там перечислял АБСЕ, ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд. Но список-то надо продолжить, потому что дьявол кроется в мелочах. И Международная организация труда, допустим, на мой взгляд, может принести нам больше вреда, чем ВТО. Вступим или не вступим в ВТО, это вопрос уже теоретический. Они набрали темп. Я был в декабре в Женеве как раз. Вопрос о нашем вступлении ВТО решается в Женеве. В общем-то, чиновники наши апартуют, что остались считанные дни. Я в прошлом году акцентировал внимание, в этом году, я повторю, мы не просчитывали позитивные или негативные последствия от нашего участия в ВТО. В Министерстве иностранных дел 2,5 человека, которые отвечают за этот вопрос. Никакое Министерство экономики, никакой НИИ экономики не участвовали в просчете. Я беседовал с нашими коллегами из Молдавии, маленькой Молдавии. Понятно, что и потенциал другой, и промышленный ассортимент совершенно другой. Но у них процедура обсчета и выторговывания преференций в рамках вступления в ВТО была поставлена очень четко. И несмотря на это, они совершили ряд ошибок, недоторговавшись по преференциям, которые пытаются исправить уже после вступления, после подписания всех бумаг. А это очень чувствительные позиции. Мы же по номенклатуре, по производству, но мы в 10 раз шире, чем в Молдавии, и мы не участвовали, мы не делали. Берем, чтобы было понятно, какой-нибудь забот. Гомсельмаш. О, давай МАС. Ну какая, абсолютно одинаковая. Он же состоит из ряда подразделений, он же все для себя делает. И штанину, и станину, и глушитель, и все-все-все. При этом они же подстраивают эти запчасти и на внешние рунки. Вступление в ВТО может привести к тому, что МАС не просчитывал Гомсельмаш, не просчитывал, не участвовал в процедуре определения товарных позиций и открытия или закрытия нашего внутреннего рынка. В результате, вступив в ВТО, мы получим три четверти комплектующих МАЗа, которые к нам беспошлино придут из Китая, из Европейского Союза. И мы потеряем здесь рабочие места, мы потеряем ВВП. И это сплошняком. Молдаване рассказывали на одном маленьком примере, что они когда, они вступили буквально три года назад, они забыли про один маленький заводик, а это оказалось полторы тысячи человек. И фактически это привело к тому, что они остановили этот завод до высоты. Потому что если мы вступим в ВТО, мы не сможем, как сейчас мы это делаем с сахаром, с лесом, со шкурами, мы не сможем этого делать. И Беларусь, отвечая на первый пункт, который Ярослав акцентировал, Беларусь получается в очень ущемленном положении. У нас слишком слабый голос и на уровне ЕАЭСа, и на уровне участия наших в международных организациях. Международные организации, это вообще такая фигня, простите за русский язык, они отрабатывают свои заработные платы и ведут свою стратегическую линию. Эта стратегическая линия, это нечто наподобие средней температура по больнице. Может быть, для нас эта температура совершенно не подходит. Кажется, что мы наших собачек лечим нашими же лекарствами человеческими. Но у собак температура тела на... Сколько? 41, да? 42-44, в зависимости от памяти. А лекарства подходят те же самые. Вот так и для любой национальной экономики. С точностью наоборот. Лекарства могут не подходить, хотя организм кажется тот же. Вот. Поэтому какие-то рекомендации нужно применять слету, какие-то рекомендации нельзя даже слушать. Вот. Ярослав вчера вспомнил про Каху, да, и про то, что в начале грузинских реформ ты сказал фразу, он выгнал всех. На самом деле, там была настоящая дипломатия. Он просто их перестал слушать, перестал пускать к принятию решений. И тем самым расшевелил их. Мы должны сделать то же самое. Сейчас объясню, что такое расшевелил. Вот. Международные институты очень хотят сотрудничать. Они должны сотрудничать. Они же за это деньги получают. Поэтому для них флажочек на глобусе, это каждая страна, это очень важно. Если вести с ними холодную дистанцию, то наоборот, мы их разогреваем, и мы можем получить от них больше финансирования, больше проектов, больше всего. На примере про ООН 15 лет назад у нас в администрировании на территории Республики ООН всего три проекта про ООНовских. Потом у нас была холодная война с ООНом. Сейчас, мне кажется, 34 или 35 проектов. То есть, чувствуете, да? Тогда было три, и они по 200 тысяч долларов были маленькие. Сейчас, там, группа, миллион, два, три. Есть пятимиллионники, есть десятимиллионники, но это... А базовая, да, вот такая цифра. А для страны, для нашей, да, каждая копеечка копеечка. Поэтому, ну вот, главный тезис. Нужно обращать внимание не на те институты, которые чаще всего мелькают, а на те, которые, наоборот, не мелькают, вот, а делают, делают свое дело, как пример на международной организации труда и так далее. То вот, от них больше угрозы, от них больше непрямого воздействия. Вот, дружить нужно со всеми международными организациями, да, но быть вот той приятной террористской национальности, вот, чтобы выторговывать для себя преференцией и во всем видеть деньги. Я алчный, я корыстный, да, я всегда говорю, то есть должен быть либо институтный интерес, либо финансовый. Если нет ни того, ни того, да, ну, это получается какая-то любовь. Извращенно. Любовь? Какие правила адаптировать в Беларуси? Не знаю, да, 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 да. Здравствуйте, Аня. Цены нет на тебе. Цены нет. Опять вернемся на полшага назад. У нас есть наше национальное законодательство. На данный момент 300 тысяч нормативных правовых актов. Уже 300. Почти так. Можно было бы на 10. 299. Я считаю нормативно-техническими. Мы же должны руководствоваться. ГОСТы, правила бухучета, они входят не нормативно-правовые, они входят сейчас уже нормативно-технические. Но это нормативное аквизм. Вот. То есть массив, да, из 300 тысяч документов, которые мы должны переваривать, которые мы должны руководствоваться, мне кажется, закрывает, да, вот уже вот всю, все пространство. Когда мои коллеги говорят, вот, мы не можем там что-то делать, нам нужно, чтобы было принято поставить совет министров или какая-то инструкция, я всегда им говорю, ребята, как только это будет, вы вообще не сможете это делать. Вот. На нашу беду, возвращаясь на три минуты назад, у нас есть ЕАЭС. У нас есть еще забытый союз Белоруссии и России, союзное государство, там тоже есть нормативные акты, которые они должны руководствоваться. У них статус наднациональный и статус выше, чем у национальных документов. Вот. Глубина проработки решений на уровне ЕАЭСа пока оставляет желать лучшего. Вот. возможность и готовность Белоруссии более детально влиять на эти наднациональные нормативные акты, чтобы они давали нам уверенность в хорошей, нормальной работе в будущем, у нас нет. Реально, да? Будем прыгать чуть-чуть. Вот. Так хорошо, что мы сократили штат чиновников, так замечательно, мы так всему этому рады, на 30% первый этап, на 30% второй этап. Но мы взяли и сократили не тех, кого надо. У нас нету юридической науки, у нас нету, но это НЦЗД и НЦПИ, да, две структуры. Они маленькие, и они не Копенгаген. В плане глубины проработки наднациональных документов. У них нету, у них нету вот этого стратегического видения, вот. Они не работают с БГУ, где, с юрфаком, да, где остались еще юридические стратеги, хорошая юридическая школа. И у нас вот этот вот разрыв в хотелках, да, и в желаниях, в возможностях. Поэтому вслух не говорится, да, но ляпы, которые приходят от ЕАЭС, вот, они ежедневные, а разгребать и последствия, да, они миллионные, миллиардные, и мы будем, да, через три, через четыре, через пять лет. Для чего создавали ЕАЭС? Для того, чтобы был единый рынок того, сего, вот, там, ну, сделали мы единый рынок медикаментов. Вы чувствуете это? Нет. Хотя он есть, да, вот, признание себя сертификатов даже, да, вот, есть, но мы этого не чувствуем. Вот. Но мы получили угрозу, да, потому что, откровенно, да, в откатной России идет регистрация лекарств, которые приходят потом на наш рынок с сертификатом Российской Федерации, а эти лекарства нельзя употреблять, потому что, ну, не все то бронсалов, да, что можно... Вот. И, и... А мы не можем не принять их здесь, да, не запретить продажи, потому что у нас единый рынок лекарств. И теперь представьте, да, что... У нас дела только цена дороже, все. Вот. И теперь представьте себе, да, что у нас 47 единых рынков, да, на данный момент. Вот. В результате мы маленькие, да, я уже перехожу плавно, да, ко второму вопросу. Мы маленькая экономика, мы не можем делать у себя единолично масштабные проекты. Мы должны их делать на большой рынок, тогда они будут окупаться. Большой рынок, казалось бы, это ЕАЭС. Вот. Ну, где мы, где Киргизия, где Армения, потому что у нас товарооборот с ними падает, а не растет, несмотря на то, что мы в ЕАЭС. У нас в Казахстане с любимым тогда товарооборот упал на 20%, а мы ЕАЭС. То есть у нас должно быть наоборот рост. Макроэкономические парадоксы, да, и это не уравновешивается. Андрей, мы все умрем. Да. Это было бы лучше. Если мы этим ходу знали. Вот. Это было бы лучше. Хорошо, мы умрем. грамотный. Нет, ну просто все так Леня, газ и счастливый. Леня, посмотрите на мою тему. Он мне так написал. Это не я. Грамотный менеджмент. Грамотный менеджмент. Он виноват. Я ни при чем. Он виноват. Да? Может, сюда хорошее и нет. Ну что, давайте послушаем. У меня будут противоречивые тезисы. Я специально делаю несколько таких вопросов, чтобы было потом о чем поговорить. А, я понял. Вот. И вашу матрицу я помню. Масштабные проекты. Масштабные проекты. Единый рынок. 47 рынков. Что мы получим, что мы не получим. Вот. Россия доминирует. Она реально вырывается вперед в плане промышленности, производства. Они, имея свой большой рынок, смотрят на нас, ну не то, что как на сирота, но типа у меня хайбузи. Вот. Пример, да? Вода. Пример про Кока-Кола в стеклянных бутылках. Для того, чтобы вам было понятно. Мы в Беларуси не производим Кока-Кола в стеклянных бутылках. Вот. Но мы ее здесь потребляем, а она бьется там, в России. Вот. Вода, которая... Святой источник. Самая бредная вода. Да. Грязная. И вот такие товарные позиции, которые на виду, они идут, идут и идут. Я в перерыве рассказывал, что я себе баню. Не в Беларуси построил, не в Беларуси купил. Да, мне не привезли из Архангельска. И это обошлось мне в три раза дешевле, чем если бы я это здесь, да, с белорусскими рабочими, с белорусскими материалами делал. То вот. Поэтому наличие вот этого ЕАЭСа, да, оно наоборот открывает, открывает нас с тылу и делает нас уязвимыми. Потому что масштабность производства, которая в России позволяет им делать низкие цены, у них ниже входящая себестоимость электроэнергии, газ, материалы, у них из-за их коррупции, у них ниже себестоимость производства, давайте еще вот это говорить, из-за их коррупции. У нас древесина только через биржу, и металл тоже только через биржу, и на бирже получается в полтора раза дороже. Вот. В России этого нету, а древесина получается, это, ну, входящая в дармоварь. Из-за коррупции. Вот. А Россия не готова переходить на такие же цивилизованные инструменты, как у нас. Вот. А как мы можем быть единым целым, единым государством, единым промышленным торговым пространством, с разными принципами, с разной себестоимостью? Ведь потребитель, будь то физическое лицо или юридическое лицо, голосует рублем. Вот. Мы покупаем с вами бумагу, пачку бумаги, мы смотрим, сколько она стоит. Вот. И мы знаем, определяем качество и хотим купить эту бумагу. И если нам говорят, вот белорусская, но она стоит 20 рублей, а вот российская, она стоит 14. Ну, кто из нас в здравом уме будет покупать за 20? А мы сделали два завода по производству бумаги, по 20. Не дали. Борисовский, не дали. Борисовский работает на грузнаке. Вот. А тот еще пока нет. Ну, Шклов работает. Вот. Поэтому негативные последствия от непродуманных, непросчитанных решений, да, они, они очевидны. Завершая первый блок, быстро, да, вступает в силу новый закон нормативно-правых актов. Знаете, да? Замечательный документ, готовили, чистили, выстрадали его, да? В документе прописано, что в обязательном порядке оценка регуляторного воздействия любого проекта. Вот. На прошлой, на позапрошлой неделе у меня была большая тяжелая конференция, вот, по этому пункту как раз с нашими, там, Минюст, МЦП, администрация президента, вот, они-то в браваде, они-то счастливы, да? Вот. Все у нас теперь будет работать. А нужно понимать оценка регуляторного воздействия. Мы должны, они вот про это пропустили, да? Мы должны сначала подвергнуть идею нормативного акта этого, потом сам проект, когда он уже будет готов, параллельно с этим мы должны делать ревизию уже действующих ранее принятых, это называется мониторинг, да? Мониторинг ВВИ. И потом мы должны постоянно возвращаться к свежепринятым документам по истечении года его действия и первый делать срез, оценка, как она повлияла на этот год, да? Это цивилизованный механизм, мы как бы в него пришли. Ну, ребята, да, возвращаясь, 300 тысяч нормативных документов, 10 тысяч нормативных документов мы принимаем в год. отсутствуют институты, которые могут это сделать. Да, мы общественное объединение, да, мы какие-то башковитые, мы можем, но мы же порвемся. Мы даже не сможем это все сделать. Вот. А то, что я увидел в глазах чиновников, особенно мне не понравилась там одна барышня из администрации президента, она красивая, замечательная, молодая, вот. Ну, мне показалось, что они хотят нас залюбить до смерти. Вот. А потому что 10 тысяч... Они, да, все, вот этот поток сейчас пойдет, вот, да, а потом они скажут через год, так это ж вы типа не сделали, это ж вы не смогли. Мы ж вот так со всей любовью к вам, мы ж вас так полюбили, это вы. Вот. Так возвращаясь, да, то есть, и это только они чудят и творят, да? А как понять, да, что сейчас будет со вступлением в ВТО? А как понять и простить, да, действия по доверенности, то есть выписывать совмин доверенность замминистра финансов, замминистра экономики, которые делают роуд-шоу по Европе, да вот, и привлекают, да, внешние заимствования, размещают облигации, по 7% как-то было в фильме, у тебя ничего нет, ты живешь по доверенности. Да, ты голодранец, да, ты голодранец, живешь по доверенности. Вот, так вот у нас вся страна получается, да, действует в рамках вот этой вот доверенности, вот, и пытаться объяснить им, да, то есть вы не совсем корректно поступаете, 7% это дорого, они говорят, не, ну, раньше же было 12, я говорю, ну, ребята, вот, а мы должны приходить уже к более цивилизованным цифрам, вот, при этом, как вам сказать, да, мне кажется, что те же россияне купили наши, наши вот эти вот внешние заимствования, я думаю, через свои европейские банки, и это все, и это все все понимают, да, но вслух об этом не говорят, ну, уж, ну, как можно было продать на полтора миллиарда за полчаса, ну, что продано было по-другому и заранее, и все, вот, а расплачиваться будем мы, вот, а воздействие этого на всю нашу макроэкономическую модель, на наш кошелек, на наше будущее, вчера, да, индекс пессимизма, индекс оптимизма, как будут жить наши дети, вот, Оль, мне так приятно смотреть в твои глаза, потому что, вот, я думал, мои, а... поэтому, да, международные институты, они, может быть, бы и подсказали, они, может быть, бы и сказали что-то хорошее, да, Международный валютный фонд, вот, мы могли у них прозаимствовать дешевле, чем то, что мы сделали IPO в Европе, вот, но мы ведем себя как принцесса на горошине, вот, не выторговываем, не понимаем сути, и... Мы этого не чувствуем, как принцесса, не знаем, порой. Вот, я уже сразу перехожу к третьему, глобальный мир финансов, финансовая система Беларуси, вызов заимствования и копирования, вот, ну вот видите, я сказал то заимствование, а он-то опять имеет в виду совершенно другое, вот, можно ли скопировать чужую идею, чужую модель, да все можно, будет ли она работать, правильно ли вы скопировали, правильно ли вы переписали, вот, живой пример, да, тут вот были, были выпускные экзамены, наступительные экзамены, да, и вот мне рассказывали, да, как математику в одной школе писали, вот, так хорошо учительница научила детей математики, да, что в итоге на вот этом вот выпускном экзамене, вот, она им диктовала решение, вот, а когда провели работы, там все равно получилось по 30 баллов, то есть они не смогли даже написать продиктовку, под диктовку, там математику, вот, то же самое и в модели, когда мы говорим на всю страну, или микроуровень, конкретное предприятие, можно скопировать идею, можно все, но сможете ли вы правильно ее вкрутить, будет ли она правильно работать, на большом примере, который очень любит Ярослав, приватизация, нужно избавляться, нужно сделать, нужно продавать, да, приватизацию, надо делать? я вообще, все, надо, да, да, надо, но не такую, как сейчас, то есть, у меня, в основном, полный относительно, когда он маркер позаботил. Потом, потом еще скажешь, скажешь, вот, у меня двойственное отношение к приватизации, я завалил себе карьеру, когда был молодым, в 97-м году, и у меня экзамен принимал Хорст Рукмайер, бывший руководитель Международного валютного фонда, и вот он меня спросил, то есть, а почему Беларусь вообще не делает никакую приватизацию, а я возьми, молодой дурак, и скажи ему, а вы знаете, что, а вот такую, как в России, или как в Украине, она бы не надо, она вредна, вот, потому что, нужно предприятие определить, что ты хочешь продать, да, подготовить к продаже, ну, когда мы машину продаем, мы же ее чистим перед этим, моем, вот, ржавчину затираем, вот так же и с любой приватизацией, да, вот, ну, в общем, ему мой ответ не понравился, да, и он сразу, вот, так я, я, хорошо, я вообще не полностью развел мысль, потому что я сейчас делаю вброс, вот, ну, есть у вас жест, жрео, у которого есть на балансе какие-то, да, помещения, первые этажи, подвалы, герослав считает, что жест и жрео должны все распродать, зачем, если они могут эффективно управлять этой собственностью, если доход от сдачи в аренду этой собственности может уменьшать, может, может уменьшать расходы населения, товарищество собственников, которое построило 16-этажный дом, и оно оставило себе человечество собственников, причем господприятие, скажем, из Попова, не путай же жил, город, господприятие, это вопрос, это вопрос, давайте послушаем, вот, говорит кто, во что сам не везет, да, 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 поэтому, когда есть понятие большая приватизация, здесь однозначно нужно, да, подходить, чем меньше государства, тем лучше, да, но, вот, ну, не может быть она коррупционной, не может быть она за одну копейку, вот, где ярослав скажет, да распродается все это за одну базовую, а зачем нам за одну базовую, если это стоит 10 базовых? А если за одну не берут? Кому стоит? Твод. Да. Все страны, все страны проходят, да, взлетные падения. Беларусь, конечно, больше понизалу, да, твод, но, цена может упасть, мы сейчас, да, в самой, в самой низкой ценовой эпохе, вот, но через 4 года она может подняться, и тогда будет выгодно это продать. Вот. Я так, так это, ответьте, неужели вы все считаете, что сельхозземли нужно распродать? Да, не надо. Их нужно вовлечь в гражданский оборот, прежде всего. Что, что, что? Их нужно прежде всего вовлечь в гражданский оборот. В любом, либо в судовости, либо в арендных отношениях. Если что, то не в суд, то не в суд, то не в суд. А почему китайцы можно в район продавать на 99 лет, а белорусам нельзя? А не брать? Стратегический подмет. У нас такая хорошая дискуссия. В Украине тоже идет эта дискуссия. Мне очень тяжело говорить про Беларусь, мне легче сказать про Украину. В Украине сельхозземли это последнее, что у них остается. Если они сейчас это продадут... У кого? У легарства, у президента, у чиновников. У государства. Они сейчас государственные шоксы. Вы себя с государством ассоциируете? Без людьми концертность? Ну так, это значит. Потому что пока государство сидит на земле собака на сенье, это значит, что... Друзья, дать сначала человеку выступить. Почему? Очень правильно. Очень нет. Потому что это тяжелый вопрос. Приватизация, распродажа. и это совсем неоднозначно. Потому что есть мировой опыт, есть сочетание частная собственность на землю, государственная собственность на землю. Фермерам надо было бы продать. Но нужно принять другое более жесткое законодательство. Если эта земля даже в частной собственности не вовлечена в хозяйственный оборот, то отдать себя в собственность. А я говорю хозяйственный. Почему у нас сейчас тот же фермер, у него даже если земля в собственности, он не может пойти и сдать ее в банк в залог? Потому что она не в собственности. Я вас чуть-чуть поправлю. У нас земля прекрасно отдается в залог банкам при кредитовании. прекрасно отдается. Потому что это либо право пользования, либо право аренды. Оно все равно оценивается, оно все равно участвует. Лично проходил, под заводом оцениваем землю и личный опыт. То есть не теория, а личный опыт. Малая приватизация. Да, надо было бы распродать. Ярослав делает корректировку. Я считаю, что могут быть эффективные собственники. Можно нужно исходить еще из общей мировой тенденции. А как выгоднее продать? Раздробить на мелкие кусочки и цена будет выше за каждый мелкий кусочек? Или когда вы собрали это воедино, назвали управление делами президента, который является собственником тысячи зданий и продаете вот этот огромный холдинг. Вопрос теории, вопрос мировой практики. Как выгоднее, так и надо делать. Можно по кусочкам, можно целиком. То есть нет однозначного ответа. Каждая ситуация должна решаться взвешиво, прагматично. Можно ли продать вот такой еще вброс для дискуссии. У нас есть Белавия, у нас есть национальный аэропорт и у нас есть отдельно воздушное пространство. Воздушное пространство приносит нам 50 миллионов долларов в год за аэронавигацию. За то, что пролетают и они нам платят. И не сбивают. То есть цифра приятная опять сброс для дискуссии. Это должно быть государственное предприятие или частное предприятие. Кому аэронавигация? Государственное. Стоп, я сделал вброс, это будет дискуссия, подумайте. Понятно, что аэропорт можно продать, аэропорт может быть по принципу государственного партнерства, может быть абсолютно частным. Мы его можем в Ганзе отдать за одну базовую, можем телепаться дальше. Можем продать Белавиа как национального перевозчика. 50 миллионов это прибыль, а сколько она содержит? А не? Там миллион. Миллион. есть негативные примеры, когда мы говорим Белавиа, Белавиа. Тише, но дайте паспорт. Друзья, внимание, внимание, я быстренько, я понимаю, что вы устали, и кушать хочется. Вот. Но есть негативные примеры стран наших соседних, есть европейских стран, где они продали национального авиаперевозчика и остались ни с чем. Есть позитивные примеры, когда избавились от всего, и в результате у них сейчас три, и лоукосты, и все хорошо. Поэтому тут вот взвешенность. Вот. В Беларуси есть замечательная, в России есть замечательная поговорка «Запас беды не чинит, и карман не тянет». Вот можно ли считать некоторые государственные предприятия вот этим неким таким запасом, которые вот сейчас оценили, ну можно продать Беларе за 150 миллионов долларов, все прекрасно, а можно продать через два года, может быть это будет уже 170-200 миллионов. Поэтому когда прилетают эмиссары СМВФ и Всемирного банка и говорят «Вы должны все продать», и Ярослав тоже так транспарант «Продайте все». Вот. Вы тут в этот момент да, я говорю «Слушайте, ребята, с точки зрения финансов и управления собственностью, это может быть неэффективное решение». Ярослав тут же говорит «Мы не должны слушаться и повиноваться этим эмиссаром, мы должны думать своей головой». Так вот я говорю, ребята, вот моя голова, вот я говорю. Надо думать, думать, думать и думать. Ты же сам говоришь, не нужно слушать эмиссаров и слепо копировать их идеи, их мысли, их опыт. влияние МВФ. Вот. Отомстим я МВФу. Так, переходим. Быстро следующее. Как обеспечить доступность инвестиционных и кредитных ресурсов? Не с нашим счастьем. Знаете, я чуть-чуть поругаю национальный банк. Но уже пересушили со своей диетой. Вот, Саша, ты занимаешься спортом, ты знаешь, что такое высушить. Да? То есть, обычно к лету все ходят в фитнес-зал и так, чтобы себя подсушить. Так вот, у нас Натсбанк, он сделал это все за всех. Вот. Сейчас, на данный момент, я считаю, что уже излишне пересушено. При этом они а изымают денежную массу из обращения на своих аукционах, банкам это выгодно, лишняя денежная масса, они хоть как-то, хоть какая-то копейка это будет. Натсбанк увеличил фонды обязательного резервирования и по валюте, и по белорусским рублям, что влияет на нашу ставку кредитовую доступность этих ресурсов. Вот. Что еще плохого делает Национальный банк? Ужесточает требования к кредитованию, к залогу, ко всему-всему. Мы все попали, я, знаете, как это в английском языке говорит «fuck up stories»? Плохие истории, да? История провала. История провала. вот так. Вот. Я расскажу одну прямую, свежую. Зимой в районе Нового года Национальный банк принимает новое постановление, запрещающее перекредитовывать, то есть выдавать новые кредиты для погашения старых. Ну, я по-русски так и скажу, да? Оно должно было вступить в силу 1-го апреля. То есть там был промежуток на 5 месяцев на адаптацию к этому периоду. Ну, я же умный, я же всем объяснял, ребята, да, то есть не ждите этого момента, завершите все свои операции. Ну, я же сам попал в это. Я думал, что меня это не коснется, как всегда. А у меня как раз заканчивался один период кредита, и мне явно привычный, ну, там ерунда, там 80 тысяч евро. Вот, и я думал, ну, возьму новый, это загашу, и будет все. И тут оказалось, вообще нельзя, вот вообще нельзя взять новый кредит, чтобы погасить старый. И представляете, вот что происходит во всей стране, то есть если я так опозорился, то представляете, что происходит со всей страной, которая еще, может быть, даже не знает, что вообще нельзя. Вот, ну, ни разу, то есть не на чуть-чуть. А мы же все перекредитовывались. Срок кредитного договора. То есть всей стране можно? Да, то есть стране можно, вот, а юриком и физиком нельзя. Вот, так эта волна, она сейчас только придет, потому что она же вступила в силу, в апреле или мобиль, с первого мая. Вот. Многие же еще не знают. Они же вот, вот, эти сроки-то подойдут. Ладно, у меня мелочь, да, а что, а что будут, а что будут делать, да, монстры, да, у которых десятки миллионов долларов. Ведь у нас же не было длинных денег. Мы говорим про доступность ресурсов. У нас короткие у всех кредиты, 3-4, но 5 лет максимум. И эти же сроки сейчас придут. Вот. Выдать новый кредит нельзя на погашение старого. Что будут делать банки, я не знаю. А банк не может другой банк купить кредит. Ну, не рекламируют. А погасить? Есть наложение национального банка, они называют это промышляцией от будущих кредитов. Тогда делается дополнительное резервирование, тогда попадаешь, если тебе увеличивают срок по кредиту, это дополнительное резервирование, ты ухудшаешь свой рейтинг и прочее, потому что ты не смог рассчитаться вовремя. Ну, будут обходить, а все обходят. Пока нет. Тебе просто дадут больше денег под договор такой, скажем, непрописанный, что ты... Я про действия национального банка и про то, будут ли доступны ресурсы. Так вот, настолько засушили и продолжают это делать, да, что, что, да, макроэкономическая ситуация застабилизирована, стабилизет полный. Вот, да, инфляция побороли, да, курс держит, да, то, да, но это все сдерживает дальнейшее развитие, дальнейшие возможности. Стартапы кредитоваться не могут, отсутствует законодательство, отсутствует инициатива, отсутствуют объекты салога, вот, классические предприятия не могут, потому что закредитованы. Вот, как мы будем дальше развиваться, как мы будем двигаться. Вот, как, как страна может и будет дальше развиваться. Вот, если бы Назбанк не делал такую совсем уже засуху в финансовых реках, вот, то ресурсы накапливались бы и от безысходности они бы падали в цене, банки бы больше ресурсов выделяли на более рисковые проекты, и это бы, да, подменило государственное финансирование, к которому, да, как к наркотику была привязана вся экономика, госзаказы, госфинансирование, госпредприятия, госсектор, вот, все, все, все. Если там государство Минфин, госзначейство тоже попридержали ресурсы, не дают такого вброса, вот, то у банков, если бы была возможность сейчас меньше, под давлением наличия больших ресурсов уменьшаются ставки, отсутствие большого количества проектов позволяло бы банкам делать более рисковые инвестиции. Приняли новый закон об инвестиционных фондах, теперь будем реабилитировать давно забытое старое, не знаю, кто, поднимите руки, кто верит, что этот институт будет работать. Типа акции не торговать? Нет. Нет, вообще инвест фондов в Беларуси. А в том, как они написали, вообще не рабочие были? Я читаю, думаю, и что? Написали, придя, оказывается, не один я писил из. Там такой бред. Вы хоть это самое видите, в круге краски, потому что я считал, что разрешили торговать акции. Андрей, сколько? 13 часов. Что-нибудь хорошее можно? через три миллиона граждан делал так, поэтому, поэтому, то есть потихонечку дальше ресурсы будут дешеветь, но это до определенного такого момента. Посмотрите разницу между Беларусь, Россия, Украина. Проведем параллель. Вот. Что происходит в Беларуси, есть ли какая-то катаклизма? Это мировой финансовый. Нет, я имею в виду в плане кредитования и в плане ресурсов. Беларусские банки в одностороннем порядке повышают до того уровня, который они сами себе определили. Так было все последние 20 лет. В одностороннем порядке все банки. Неважно, государственные, частные, вот так вот. Вот. В России этого не произошло. Я имею в виду в кризис 2014-2015 года. В России ставки остались для ранее выданных кредитов, все осталось. В Украине по ранее выданным кредитам тоже ставки, когда ухнулась Украина, не изменились. Новые, так. И ты пойдешь и будешь думать новые ставки. Брать тебе по новой ставке или не брать. Вот. Поэтому, если, да, мы подвержены макроэкономическому риску очередного кризиса, да, валютного кризиса, экономического кризиса, а мы реально подвержены, и если у нас изменится, произойдет девальвация даже на 30%, то ставки у нас опять выскочат в два раза. И вот нас опять будет вот так вот туда, тапочками в маргарин. Так, быстро переходим к... Вот, Кремль для своих самых крупных инвесторов создает внутренние офшоры возможности Беларуси как финансового хаба для денег стран СНГ. Где мы, а где деньги? Мы, мы не заслужили доверия институционального как страна для того, чтобы, не то, чтобы сюда не пришли и здесь остались, а чтобы они даже через нас проходили. Я так громко сказал, но это абсолютная правда. Для того, чтобы они проходили, это нужно вековое доверие, это нужно 200% защиты частной собственности, это нужно... Ну, это не про нас. Поэтому мы можем быть мелким региональным офшором для Гуцериева. Мы можем быть офшором в рамках парка высоких технологий по каким-то потокам крипты, не крипты. Тоже для Гуцериева? Нет, это для других ребят, это для обслуживания серого и... Я сейчас... Ну, я не знаю, с кем-то... Серого изможно в России. Да. Вот. Китайского серого импорта в России. Вот. А мы можем воплотить мечту Ярослава и стать вот этим вот, да, благодаря Набиуллине, Набиуллиной... Как экспонятельство ее фамилии? Без мата. Благодаря вот, благодаря этой гранд-даме, которая сделала жесткое, валютное регулирование и прозрачные финансовые потоки. Вот. Когда увидела, да, этот миллиард в неделю, да, в Китай, да, вот, она поняла, что приплыли. А тут есть мы. И вот этот вот миллиард будет проскакивать через нас. Вот. Есть оптимисты, которые считают, что там 10% наших. Тоже неплохо. Ну, в смысле, те, кто будут сидеть на этой новой трубе. Вот. Ну, я не думаю, что 10%, вот, потому что даже вот в черных финансах, да, в наркотрафиках, во всем, во всем, да, по статистике международных институтов, да, доходность по трафикам 3-5%. Ну, конечно, не может быть 10%. Ну, я не знаю, но это тоже неплохо, то есть миллиард в месяц, да, 10% хорошие деньги, правда? Вот. Но не в бюджет. То есть страна к этому не имеет никакого отношения, просто мы будем видеть еще спонсоров летней экономической школы. Ярослав, тебе прилетел в такой капель хорошего гора. Тихо, тихо, он мило проспал. Так, теперь я хочу последний кейс, я хочу обратить внимание, сделать вброс и посоветоваться, как мы должны к этому относиться. Прочитайте название. Использование общественного мнения как фактор недобросовестной конкуренции при реализации инвестиционных проектов. Так, вот, это не статья, это вообще итоги круглого стола, который провел Александр Швец, Белорусская Национальная Ассоциация, потом он выступил на Совете по предпринимательству, он поднял эту идею, эту проблему, идею, вот, она сейчас, она только благодаря ему как-то вот структурировалась, отзвучена и структурировалась. Вот, мы все консервативные, ретрограды, мы как люди, да, и когда в нашем творе вырубают деревья, что это инвест, проект, и прочее, прочее, мы как люди выступаем косметический против, вот, подождите, вот, мы строим аккумуляторный завод в Бресте, я как инвестор, я знаю, что там ничего экологического, плохого для экологии и того, сего, нету, мне рядом с том, ну, как рядом, там, пять километров от меня, другой пример, да, то есть, химзавод вообще воткнули в коттеджном, в коттеджном поселке, Дроздово, ресторан Куропаты, подселуозный комбинат в Могилевской области, вот, в Боровлянах канализационный отстойник в центре по коттеджного поселка и автомобильную дорогу, да, никому не нужную, именно вот там, да, со сносом 16 коттеджей, вот, городская застройка, когда у Вани, вот, то есть, примеры, примеры есть, но они были раздрознены, Александр Ильич, вот, воплотил это вот в такой мысли, и как нам теперь к этому относиться, что, манипулирование общественным мнением, Куропатый, это же манипулирование общественным мнением, это моя позиция, вот, если мы хотим правовое государство, это опять, я делаю вброс, но это моя искренняя позиция, если мы хотим правовое государство, то все должны соблюдать элементы права, правозащитники, инвесторы, пользователи, другие граждане, это частная собственность, значит, она тоже должна быть защищена, поэтому, мне не хочется называть в некоторых ситуациях крикуны, 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 но они отрабатывают свои гранты, они отрабатывают свои фишки, свои транспаранты, где, где разумный компромисс между, что правильно, что неправильно, что экологично, что не экологично, вот, да, есть экспертиза по этому Брестскому аккумуляторному, что вообще экологический процесс не вредный, да, оказалось, что этот химзавод, который в Дрозного воткнули, он вообще не химзавод, что они просто его так, ну, схитрили, они обозвали, что показали, что у них цикл производства, они просто рассыпают, ничего они там не производят, вот, а шуму-то было, вот, а дальше будет больше именно вот этих ситуаций, и на уровне страны, и на уровне нашего с вами двора, потому что мы консервативны, а экономика и процессы идут дальше вперед, поэтому она в открытом доступе, тогда вы почитайте, и давайте, когда будет минута, мы обсудим, спасибо. спасибо большое, Андрей, и в очень хорошем манере, на бросанном и в театре столько всего, это тебя там забрызгал и конкретно. так вообще я люблю садов, так. Я думаю, что наша беседа будет очень интересной, панельная дискуссия, поскольку мы обсудим, что я не говорю, но просто вот к этому я просто прокомментирую, потому что я бы у нас заметил праздник предпринимательства, когда шведские предложения выставили. Я честно говорю, если бы это генерал КГБ говорил, то я бы это понял, когда он начал говорить, что это вообще происки Запада, происки гражданных организаций, что люди вообще репутацию уничтожают. Ты чум? Ты знаешь, такое счастье, что сидят органы, и с холодной войной какая-то идет, и бедная белая пушистая, которая говорит, инвесторы хорошие, а вот общественные завтра какие-то сволочи, они нас не понимают. Это вопиющий пример того, как бизнесмены не понимают как управлять информацией, аналитикой, как вести диалог. Я написал совет покурпатам, предложил способ решения проблем. Я не согласен с тем, что это пиар-не пиар. Слушайте, есть конфликт. Хотите вы это, не хотите. Афелляция, твоя, аргумент то, что надо всем по закону, право государства. Слушай, ты когда последний раз видел демократический выбор. И когда тебе 25 лет, 20 лет, ты стоял на одну позу и говорят, ой, слушайте, а давайте пока хоть раз посчитаем прозрачные голоса в нашей стране. Ты служил, но ты его готовишь. Многие бизнесмены здесь точно так же могут привести ситуации, когда в 2015 году получают генплан, где написано все нормально, вы живете, все нормально. В 2016 году без обсуждения, без ничего, он получает все, вон пошел. Четыре поколения венчан пошли вон, сот, тысячи людей. И что он должен сказать? Конечно, я не могу дозвиниться к теме. Это тема использования общественного мнения конфетра. И девелопер, который купил, убедил, взял в долю чиновников, мы не знаем. Но мы говорим, слушай, давайте разбираться. Почему? Лукашенко говорит, не превращайте город Минск в отстой. И мы все говорим, не превращайте. Конкретно люди, которые говорят, слушай, нас же превращают. Кто те люди? И нету механизма согласования позиций. Потому что там швед говорит, против нас я могу цифры привести. Слушайте, ну что такое? Я сказал собственнику удовольствоводов в Бресте, давайте я бы сделал полноценную самотсонную кампанию, расприлечением общественности, людей. Если вам нечего скрывать, поужение спросите, как нужно управлять информацией. Человек знает как управлять информационными системами. Мы живем век информации. Если кто-то сделал пару видеоблогов и сказал, что это плохо, да ради бога. Слушайте, в Германии, в Виталии информация такого рода в отношении от экологов, которые все наручниками приковывают честно, к чему хотя там нет ничего, их просто отковывают, гладят по головке и отпускают. У нас это похоже на призыв сделать, я считаю, уголовное дело. Андрюша, ты что? Я ничего. Я в шоке была информация такой, решение проблем в другой отрасли. Реально бизнес-репутация страдает от того, что у нас нету культуры диалога. Вот есть конфликт, он все равно коробок конфликт будет. Мы хотим, ссылки этого собственников на то, что это агану по закону, это все спать от вас, потому что вы знаете, получают разрешение Министерства культуры и кто-то разрешал, я говорю, я же не написал, что вы сволочи инвесторов воды, я говорю, давайте вы так, представьте любую деятельность, задайте комиссию независимую, независимую, ни Минкульт, ни инвестор, ни БНФ, никто, независимые люди, пусть они оценят и дадут свои рекомендации. Работу по арбитражу медиатору должен идти в Совет Производительного Понимательства. Есть органы, есть уполномоченные люди, они должны поставить площадку. По закону живут те люди, которые совершенно справедливо говорят о фобиях, о страхах, от того, потому что они знают, сколько у нас было проектов реализованных нарушений, от которых страдали люди. Мне там по поводу ЦКК Светлогорского завали тысячи людей, писали, что, слушайте, дышать невозможно, диагнозы детей, внуков, что нам делать, Ярославов сказал, спасите нас, а как я спасу их? Я пишу опять по поводу ЦКК, давайте ставь комиссию, давайте разберемся, давайте все там, помните, с кабелем было, и никакого реакции, то есть любая попытка, вот то, что Владимир Николаевич, Надеюсь, Николай Александрович, культура садятся за один стол и начинают четко, по фактам рассказывать, а когда они говорят, нет, ты политикой занимаешься, горлопан, или Садовский горлопан, что защищает четыре поколения своего дома, горятый горлопан, что защищает честь предпринимателей, а помните, когда, вот, Лиля написала, первое, предприниматели ИП 20 лет арендовали дом, а потом поменяли законодательство, и мы написали туда 20 лет. Сейчас пойдете кушать. Сейчас пойдем. И реакция какая была? А что вы вообще тут не разбирались, то есть реакция, в общем, людей советом подразить предпринимательство, не стать на защиту предпринимателей, не разобраться, а сразу по определению, ну, за кожей на их стороне, типа, да, формальная методика есть, представить предпринимательство, и все, и все, и все, и все, это самый фундаментальный вопрос, поэтому я категорически не согласен с тем, что вы там имеете право делать какие-то акции, только потому, что это предисмотрение какой-то буквы инструкции. То есть у нас, говорю, до этого там они 95% решений принимали с нарушением этого принципа, никого не слушая, да, а потом они ссылаются на закон, якобы, якобы, хорошие, что они так плохо про нас пишут? Если они боятся блогера, у которого там 20 тысяч подписчиков, ну что такое 20 тысяч? Ну что там, мнение такое, если бы там было огромное 2-3 миллиона, ну тогда я понимаю там какой-то дэвид же есть, а то они боятся общественного мнения, чтобы отвечать на вопросы, это же ненормально.